Тезисы Реформации Православной Церкви Я хочу прочесть сейчас из тезисов, 26-го тезиса начинаю. Всего 100 тезисов было принято тогда. Эти тезисы стали основополагающими такими для реформации православной и являются стратегическими для украинской реформаторской православной церкви. Поэтому, если вы православный обновленец, реформатор, то для нас это генеральное направление, стратегия. Если вы традиционный православный священник, проясновист, то вы можете послушать, сделать выводы. И если в вашем сердце есть отклик и вы желаете присоединиться, то добро пожаловать на служение, на Ниву Божью, на слава Иисусу Христу. В 26-м тезисе написано, записано было следующее, касательно опять-таки богородичных в основном ересей. Мы отрекаемся от тех многочисленных искажений, так называемого синодального перевода Нового Завета. Кстати, сами семинаристы порой именуют синодальный перевод, которые были совершены, искажения имеются в угоду нашим деноминационным заблуждениям. В частности, это касается так называемых богородичной ересей, когда все слова «Матерь», «Она» и «Ей» и прочие, относящиеся к Матери Иисуса, писались за главные буквы. Это касается и выше приведенного текста из Евангелия от Луки, 1 глава, 47-48 стихи, где синодальными переводчиками было оставлено старославянское слово «ублажать», имеющее сегодня в устах традиционалистских православных русскоговорящих толкователей чуть ли не значение «поклоняться». Да, вот подобное замечание. Кстати, если вы протестант, если вы не православный человек, то для вас тоже будет очень важно послушать, потому что протестантские издатели Библии сегодня издают Библию не только православные христиане здесь, в России, но и в Украине, но и протестанты тоже много издают Писание Священного, Ветхие и Новые Заветы. Так вот, многие протестанты, к сожалению, потакая этой ереси в своих переизданиях Библии, также допускают эти погрешности, некоторые не думая совершенно об этом, некоторые сознательно греша, идя на поводу усиленных века сего. И я предлагаю покаяться, предлагаю, особенно если от вас зависит каким-то образом издание Библии, издание Нового Завета, то, пожалуйста, побойтесь Бога и исправьте эти недоразумения, и не публикуйте эти ереси, пожалуйста, чтобы не смущать умы ни православных, ни других христиан. Двадцать седьмой тезис. Марии, Матери Господа Иисуса Христа, нам пример для подражания в вере, но не Богородица, Ходатайца, Заступница и так далее, и тому подобное. Слава Богу. Двадцать восьмой тезис. Вы видите, что здесь продолжается мысль. Вы можете также взять эти тезисы и следить за этим чтением. Я читаю двадцать восьмой тезис. Здесь написано, тезисы взяты с сайта Украинской Реформаторской Православной Церкви. В самом озаглавлении, значит, наверху есть такая строка, тезисы православной реформации. Вы можете открыть и увидеть 20 тезисов 2003 года собора, но я читаю полную версию 100 тезисов 2008 года, третий поместный собор у РФЦ. Говорится следующее. Богородицей, в кавычках, конечно же, Богородицей, Матерь Иисуса не может являться, так как она родила не Божество Христа, а является, Мария, Матерью Господа нашего лишь по плоти. О божественной личности Христа пишет апостол Иоанн, то есть о божестве самом Христа. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во сне светит, и тьма не объяла его. И был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полно благодати и истины, и мы видели славу его, как славу единородного от Отца. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха, по 14 включительно. В Евангелии от Иоанна есть свидетельство своего вечного существования и самого Спасителя. Я цитирую здесь, цитата есть из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Написано, Иисус сказал им, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Аминь. Слава Богу. Слава Иисусу. Читаю 29 тезис. Христос и Иисус умер и воскрес, Он и Одесную, Бога, Он и ходатайствует за нас. Из послания к римлянам, 8 глава, 34 стих. 8, 34 римлянам. И дальше тезис звучит так. Так, ходатайцей, Матерь из Христа, не может быть для нас, живущих сегодня, так как она в блаженную вечность, Господь призвал ее уже почти 2000 лет назад. 9, 34. О чем это говорит тезис? О том, что когда мы живы, можем друг за другу просить. Ходатайство многих. Написано во 2 Коринфянам 1, 11. На самом деле, когда человек ушел в вечность, уже нельзя просить его помолиться. Это и бессмысленно, и невозможно, и это абсурдно. Потому что, согласно Священному Писанию Нового Завета, лишь Иисус Христос ходатай, посредник Богу. Лишь Он первосвященник. И ни в ком ином нет спасения. Невозможно найти в ком-то, знаете ли, посредничество первосвященства только лишь Иисус Христос. Слава Богу. И дальше, в 30-м тезисе, мысль продолжается. Опять-таки, начинается цитатой из Писания. И, в общем-то, весь тезис, это две цитаты из Писания. Из посланий к евреям 8, 1, 6. А также евреям 9, 15. 8, 1, 6 и 9, 15 евреям. Я читаю следующие эти тезисы. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священно действитель, святилище и святыне истинный, который воздвиг Господь, а не человек. Сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай Завета. И потому он есть ходатай Нового Завета. Как написано в Евреям 9, 15. То есть, вся Библия Нового Завета, и в частности, посланий к евреям, однозначно говорит нам об исключительности, неповторимости, единственности ходатайства самого Иисуса Христа. Аминь. Друзья мои, и дальше мысль продолжается в этих тезисах. 31 тезис православной реформации, провозношенный и принятый на Третьем Поместном Соборе в августе 2008 года, звучит следующим образом. Мы почитаем память святых божьих слуг, ушедших в блаженную вечность, подражаем их жизни, но отрицаем всякие молитвы им, как противоречащие Библии и являющиеся многобожием в современном христианстве. И дальше цитата из посланий, опять-таки, к евреям, 13 глава, 7 и 8 стихи, говорящие нам следующее. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеке тот же. Аминь. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, друзья мои. Слава Богу. И сегодня мы можем вспомнить многих героев веры, православной церкви, другие динаминации. И вот не так давно ушел в блаженную вечность Иван Петрович Федотов, известнейший человек-легенда нашего времени. Знаете ли, человек нашего времени, да, герой нашего времени. Человек, прошедший тюрьмы, лагеря в советское время, за веру в Иисуса Христа, много горя хребнувший, испивший чашу страданий Христов в своей жизни. Знаете ли, на самом деле мученик Христов, он дошел до глубокой старости, пережил безбожный Советский Союз и проповедовал уже в свободное время, в свободном мире. Но, знаете ли, Господь забрал его к себе, сейчас он ушел в недавно вечность, и на похоронах было множество людей. Говорят, было более трех тысяч человек, собралось верующих, молились люди. Но молились не за Федотова, конечно, молились просто молитва благодарения к Богу. И молились не Федотову. Сейчас уже не молятся ему, Иван Петрович не просит его молиться. Я, когда имел честь, возможность такую, познакомиться с ним лично, быть у него в гостях, я просил, чтобы он помолился за меня. И на служении, и дома мы общались, и он молился за меня, благоставлял меня. Иван Петрович возлагал свои руки, молился за меня. И для меня это великая честь, что такой человек Божий, человек легенда, муж Божий, он молился за меня, благоставлял мою жизнь и мою судьбу. И знаете ли, вот это прекрасно, но он ушел в вечность. И теперь я не могу, Иван Петрович, помоли за меня Богу, возложи свои руки, или как-то ходатайствуй за меня, или преподобные, или мученики, или как-то еще назвать его Ивану Петровичу, моли Бога нас. Нет, абсолютно не могу. Или там, святые Федотови, моли Бога нас. Нет, абсолютно нет. Потому что он уже ушел в вечность, он уже там на небесах, и между нами живыми людьми и Богом лишь один посредник, это Иисус Христос. Ни Федотов, ни Иван Златоуст, ни Богородица, ни кто-то еще из живых. Значит, да, мы имеем возможность такую. И Библия учит нас о молитве ходатайства. Да, я прошу, примерно, святых молиться за меня тоже. Ныне здравствующих, конечно же, безусловно. Но умерших просить невозможно. И мы можем лишь обращаться во имя Господа Иисуса Христа. Иисус Христос, Он единственный и неповторимый первосвященник, ходатай, написанного Нового Завета. Слава Иисусу Христу. Я хочу продолжить чтение. 32-й тезис говорит следующее нам. Мы, православные христиане, участники всего освященного собора, выступаем за скорейший пересмотр всего предания православной церкви в свете Библии. Слава Богу. 33-й тезис. Здесь начинается цитатой. Я хочу прочесть. Из святителя Кирилла Лукависа. Все верующие христиане, он пишет, это столб, один из столбов православной реформации, реформатор еще 17-го столетия, пишет следующее. Все верующие христиане должны знать, если и не все священное писание, то во всяком случае наиболее существенное из него. Они должны верить в него, исповедовать и проповедовать его. А этому нельзя научиться ни от кого, никаким образом, никакого другого иного источника, кроме как из самого священного писания, если будем читать его, или же только слушать толкование его верующими людьми. Никому ведь из христиан не запрещено слушать священное писание, а значит никому нельзя воспрепятствовать в чтении его, ибо близко к ним слово в устах их и в сердцах, потому явной несправедливостью в отношениях верующего христианина, какому бы сану или сословию он не принадлежал, было бы лишение его возможности слушать или читать священное писание, а также препятствование ему в этом. Ведь это было бы то же самое, как если бы алчащую душу лишили пищи духовной, или же воспрепятствовали дотянуться до нее и отведать ее. Вот очень хорошее сравнение. Да, вот человек жаждет, он алчит, он хочет кушать, а ему запретили дотянуться до этой пищи и отведать ее. На самом деле, вот у нас в православии, к сожалению, ну братья, как динаминацию в целом, динаминацию, то внешне очень сильное почтение к Слову Божьему, к Библии. Наверное, ни в одной динаминации такого нет. Частично мы взяли это с иудаизма, синагогальное служение, литургические, учебники по литургическому богословию, говорят нам это однозначно, что за основу было взято синагогальное служение иудаизма, и за основу литургии, имею в виду, православной. И если кто из вас бывал в синагоге на литургии еврейской, традиционной, то вы видели, или мессианской уже синагоги, литургии вы видели, то вы, наверное, обратили внимание, что очень многие вещи узнаваемы. Если вы знаете хорошо литургии православной и литургии еврейской, то для вас очень много там будет общего, вы будете узнавать очень многие вещи. И, конечно, мы, христиане православные, взяли очень много синагоги, очень много взяли мы с еврейского служения. Вы такой же торжественный вынос Торы, у нас Евангелие вынос, значит, прикосновение к нему, преклонение перед ним, внешнее очень сильное почтение к нему. Мы, православные, часто наряжаем Евангелие очень красиво, с серебряными, с золотыми окладами, с камнями. Но, знаете ли, при всем при этом, как ни странно, мы очень четко отвергаем то, что нам говорится в этом слове. То есть мы как бы внешне почитаем, но внутренне отвергаем это все и не хотим изучать, чаще всего. К сожалению, это касается и не только православных самих христиан, но и священнослужителей чаще всего, нас, священников. И это наш грех, считаю, большой грех, страшный грех. Нужно покаяться в этом и исправиться. Потому что внешнее почтение, целование Библии, оно не даст нам веры. Как, знаете ли, Марцинковский Владимир в революционное время, он проповедовал матросам революционным, и он говорил, как вам не стыдно, что вы творите такие беззакония. Вы же были крещеные, в церковь ходили. Да, да, да. Говорит, вам же Евангелие считали. И говорит, мы не читали Евангелие, мы его целовали, говорит. Вот целовали, доцеловались, хоть до дыр доцелуя Евангелие, никакой веры не прибавится. Вера не отцелования Слова Божьего, а отслышания Слова Божьего. И когда мы исполняем Слово Божье, вот тогда приходит, на самом деле, ну, все новое в нашу жизнь. Слава Иисусу! Я читаю дальше, господа, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, читаю тезисы православной реформации, 34-й тезис. Тоже из Кирилла Укариса, цитата. Мы верим, что в церкви пребывают евангельские таинства, установленные Господом в Евангелии, и что их два. Большего числа таинств мы не имеем, потому что установивший их не завещал нам больше. Мы не сомневаемся и в том, что они состоят из слова и материи, есть печати обещания Божьей и даруют благодать. Для того же, чтобы таинство обладало всей полнотой своей, земная субстанция и внешние действия должны соответствовать назначению земной субстанции, согласно установлению Господа нашего Иисуса Христа, и соединены с истиной веры, ибо недостаток веры нарушает полноту таинства, пишет святитель Кирилл Укарис. Дальше, 35-й тезис, продолжая эту мысль, дальше, Украинская реформаторская православная церковь признает эти два таинства, крещение, полное погружение в воду по вере во Христа, и Евхаристию, причастие, хлевопреломление, каноничными и обязательными, как установленные самим Господом нашим Иисусом Христом. Существует также еще пять таинств, православных установленных церковью, то есть людьми, церковью, впоследствии и не являющихся обязательными. Лишь эти два таинства являются общихристианскими таинствами, а не принадлежат какой-либо отдельной динаминации. Эти таинства следующие. То есть есть дополнительные таинства, церковные, православные, католические также, которые уже были людьми установлены. Таинство покаяния, во-первых. Вообще в Библии говорит о покаянии много, и это библейское учение. Просто в православии есть понимание именно таинства, покаяния как таинство. Когда в присутствии священнослужителей совершается молитва, молитва покаяния пред Богом и отпущения грехов именем Господнем. Потом таинство мира, помазание. Второе. Дальше говорится, что комментарий такой здесь же. Реформаторская православная церковь, возрождая служение первоапостольской церкви, признает не просто физическое помазание некоторых членов тела душистым маслом, миром, но реальное библейское крещение и исполнение верующего Святым Духом. Вот это очень важный вопрос, потому что по поводу второго таинства много недоразумений. Официально, как бы, да, юридически считается, что все православные одни миром мазаны, крещены Духом Святым, потому что миропомазание совершено было. Когда маленький бабечка, маленький ребеночек крещаются, и его помазывают миром, пахучим маслом, и священник говорит, печать дары Духа Святого, там все говорят, аминь, крестная. То есть получается, что он уже запечатан Духом Святым, он уже крещен Духом Святым. Но все это, конечно, чушь, это все ерунда. Потому что на самом деле нельзя помазанием маслом, пахучим маслом, даже самым дорогим маслом, заменить реального Святого Духа. Ни в коем разе. В Писании везде говорится о том, что возлагали свои руки апостола, и Святой Дух сходил на этих людей. И сегодня мы тоже за эту практику возложение рук, можно и без возложения рук, но самое главное молитва за крещение Духом Святым, и чтобы люди реального Духа Святого получали, и реально молились Святым Духом на иных языках, какие Бог будет давать им провещевать. Я тоже крещен Духом Святым. Я был священником традиционной правостроенной церкви, и ничегошеньки в этом не понимал. Думал, что по умолчанию будем договорить в православии, что все уже мы одними ромазаны, все мы крещены Духом Святым. Но когда я через Писание, через Библию увидел, что это есть реальное переживание, это другое немного переживание, не просто формализм, знаете ли, религиозный обряд, таинство, нет, а это есть реальное переживание, таинственное переживание от Духа Святого. Я возжаждал этого переживания и крестился Духом Святым, пережил от Бога это благословение великое в 96-м году, уже после выхода из традиционной правостроенной церкви Московского Приорхата по идейным соображениям. И Дух Святой сошел тогда, и я стал говорить на иных языках, молиться на иными языками, и до сих пор продолжаю эту практику и исполняюсь Духом Святым, и вижу в этом великое благословение. И, конечно же, сегодня меня коробит для того, что до сих пор мои братья, священники, епископы, диаконы, порой пытаются, традиционно в церкви пытаются, желаемое за действительное выдать, пытаются объяснить, что вот мы помазали маслицем, значит, помазали, подмазали вот этим как раз миром человека, значит, он уже кричен Духом Святым. Ничего подобного. Нельзя Духа Святого загнать в рамки вот этого красивого, дорогого масла и обряда. Нет, Дух Святой реальной личности, с ним возможно лишь партнерские отношения и живое личное общение. Здесь нужна большая реформа. Безусловно, в харизматической православной церкви в современной, думаю, должно быть большое обновление, харизматическое обновление православное. И я проповедовал, бывал в гостях в таких общинных церквях, в США есть и динаминация такая, харизматик, ортодокс-черк, харизматическая православная церковь, епископ Марк Керси, представитель этой церкви на восточном побережье США, во Флориде, в Сан-Августине, рассказывал о своем переживании кричения Духом Святым. И он говорил на таком собрании общения живом среди священнослужителей, в основном греческого происхождения американцев, говорил, что раньше для него было странно, если православный, тем более, священнослужитель, и молится на иных языках. А теперь для него странно другое, что православный, тем более, священнослужитель, и не молится на иных языках. И, знаете ли, на самом деле, слава Богу, такой переворот произошел у епископа Марка Керси именно через Слово Божье. Этот православный американец, он получил дар иных языков в крещении Духом Святым. До него еще священник Евсевий Стефанопулус, американец греческого происхождения, также с Флориды, крестился Духом Святым еще в 1972 году. И в 1974 году архиепископия греческая в США издала официальный документ, говорящий о том, что это нормально для православного человека, тем более, священнослужителя, говорить на иных языках, молиться на иных языках, и переживать именно крещение Святым Духом со знаменем молитвы на иных языках. Так что, теперь мы православные христиане веры евангельской. Как вот мы иногда о себе говорим сегодня и, кстати, даже в одном из изданий нашей церкви так было написано в самой шапке, написано было сверху газета православных христиан веры евангельской. Слава Богу! Никакими бы мы ни были католиками, православными протестантами, главное, чтобы мы были евангельски верующими. Так, еще о таинствах. Третье таинство, это таинство брака, венчание. Это наименее демонизированное таинство в православной традиции. Если брать вот так вот, здесь меньше всего заблуждения вкралось, не считая многобожия, традиционного обращения к Богородице, к мученикам, святым. Но, в целом, само таинство, сам обряд, будем так говорить, соответствует назначению своему, потому что Бог, Он из двух соединяет одну плоть, мужчину и женщину, благоставляют, венчают. И здесь, как бы, слава Богу, все. Мы молимся, сочитывая мужчин и женщин, таинством брака, таинством венчания. Так, и дальше, четвертое таинство, которое установила сама церковь, не Господь, таинство священства, рукоположение в священный сан, то есть, рукоположение на священнослужение. О рукоположениях говорится в Библии, о том, что возлагали свои руки, помазывали, молились Богу и отпускались миром на служение. Это хорошо. И мы так же поступаем по откровению от Бога, рукополагаем, и я рукополагаю тоже, и мы все вместе участвовали в рукоположениях. Допустим, в августе месяце вот этого года, 11-го года, на предсоборном совещании в Киеве было рукоположение новых священнослужителей, и мы молили все вместе, я призвал всех, рясоносцев, просто, членов церкви, прихожан, даже гостей, прийти вместе и возлагать свои руки, молиться за них, благоставлять за новых священников, потому что, на самом деле, здесь, вот эта ересь апостольской правоприемственности, это очень большая ересь. Я об этом еще буду говорить чуть позже, наверное, отдельной темой, потому что эта ересь требует детального такого разоблачения, и, слава Богу, в нашей юрисдикции такой ереси нет, и, хотя есть у нас рукоположение, как положено, в православном мире, вообще в христианском мире, есть рукоположение, но для нас это, и для меня, и для епископа, это не является то, что меня руководили какие-то известные мужи божьи, или же в исторической правоприемственности, или в благодатной правоприемственности, не важно, а меня и таковые, и таковые руководили, для меня важно, в кого я веровал, и кем я призван, я не самозванец, потому что меня призвал Господь Иисус Христос, я не сам себя призвал, а Господь меня призвал, и поэтому я принимаю от Него это благословение, и Ему тружусь, и для Него тружусь, и во имя Его, с Ним, и в Нем, и перед Ним держу ответ, и я очень хочу достойный ответ, значит, иметь перед Ним, значит, и получить венцы, как положено, думаю, любой нормальный служитель именно об этом, как раз и думает, и хочет не ради кошелька, не ради мамона, не ради постыны в корысти, а ради на самом деле Господа трудиться, так вот, и я также хочу пред Богом дать ответ, достойный ответ, хороший ответ, о проделанной работе над этой земле, время коротко, дни лукавы, и хочется успеть всю волю Божью исполнить, слава Иисусу Христу, и вот, господа, дорогие братья и сестры, конечно, библейское учение о рукоположении, оно совсем другое, но таинство из этого делать, думаю, не стоит, хотя у нас тоже это называется таинством, но это человеческое установление, опять-таки, я подчеркиваю, и пятым таинством, установленным церковью, не господом, является таинство еле освящения, здесь ссылка на писание есть, наша церковь написана в этом тезисе, значит, совершает еле освящение согласно со Словом Божьим, и дальше идет цитата из послания апостола Иакова, брата Господня, пятой главы, 14-15 стихи, и послание Иакова, пятая глава, 14-15 стихи, написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему, аминь, слава Богу, вот как бы весь этот 35-й тезис с объяснением этих таинств, два таинства запомним, да, это обязательно, это общехристианское, в любой динаминации они должны быть, наверное, я думаю так, потому что Господь это дал нам, это крещение, значит, и причастие, но, а вот другие, другие таинства, это уже, их может быть больше, конечно, безусловно, больше, в общем-то, таинством называют именно как раз вот это внешнее действие физическое, когда совершается духовное действие определенное, безусловно, Духа Святого деяния, и оно может быть, и может быть большое количество таких таинств в разных динаминациях, даже в разных поместных церквях может быть таинством каким-то, допустим, но, к примеру, в протестантских церквях неописадников, да, харизматических церквях есть, ну, в некоторых церквях я знаю, такие как таинства, допустим, несут платочки, всевозможные там косыночки, там, тряпочки, салфеточки, за них молятся, чтобы потом возлагать на больных, тоже это как таинство можно назвать тоже, но это как бы принято не во всех, а лишь в некоторых протестантских церквях таинства. Слава Богу, друзья, продолжаю чтение тезисов собора, Третьего поместного собора Украинской Реформаторской Православной Церкви. Я продолжаю на 36-го тезиса. Мы, православные христиане, участники сего обновленческого православного собора, соборно утверждаем, что первым таинством Христов является крещение. Иисус Христос сказал ученикам, идите, научите все народы крестяев во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я поверил вам и сей, я с вами во все дни до скончания века, аминь. Это из Евангелия от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. И дальше говорится в 37 стихе, то есть это о таинствах, вы заметили, развивается мысль здесь. В 37 тезисе говорится, рекомендуемой формой крещения для общин обновленческого православного движения может быть следующее, крещаемый сходят в воду и епископ или священник его должен еще раз спросить о том, обещается ли он служить Господу Иисусу Христу и посвятить ему всю свою жизнь. Затем, в случае утвердительного ответа, епископ или священник провозглашает, что на основании Слова Божьего и твоего исповедания веры, я крещу тебя во имя Иисуса Христа. Далее, епископ священник трижды или один раз погружает крещаемого в воду со словами крещается раба Божий такой-то или раба Божий такая-то во имя Отца Аминь, Сына Аминь и Святого Духа Аминь. Тридцать восьмой тезис. Крещение должно совершаться по осмысленной и добровольной вере во Христа Иисуса. Божье Слово учит нас. Книга Деяния Апостола, вторая глава, тридцать восьмой стих. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Тридцать восьмой тезис. Крещение должно совершаться с полным погружением в воду. То есть полное погружение в воду. В зависимости от практики по местной церкви крещение может быть совершено в одной или в три погружения в воду. То есть есть разные практики. И в нашем братстве тоже есть разные практики. Сам я лично если крещу в Киеве в своей общине то наше крещение совершается в трехкратном погружении в воду. Иногда я крещу в одно погружение особенно если я бываю в гостях Допустим, протестантские церкви, баптистские, харизматические, писатнические Участвую в крещении и тоже преподаю иногда крещение сам Но тогда я погружаю, как принято в этих церквях Чаще всего в протестантском мире крещение в одно погружение совершается Среди наших служителей есть те, кто были крещены в протестантском мире По вере в Иисуса Христа в одно погружение И это достойно и правильно Также формулировка может быть во имя Иисуса Христа Или во имя Отца и Сына Сына Духа В нашем, вы видите, варианте Украинской Реформаторской Православной Церкви Говорится и так, и так говорится 39-й, дальше говорится, тезис следующая В крайней нужде, к примеру, тяжелой болезни самого крещаемого Крещение может быть совершено не с полным погружением в воду А с поливанием или окроплением водой Ну, разные бывают ситуации, разные крещения, возможно Однако, в случае появления возможности восполнения таинства К примеру, чудесного выздоровления крестившегося Не называют, а повторным крещением В Загорске, в частности, тогдашнем У некоторых старцев Крестились вот по такому чину Петра Могилы чину Ащи не крещен Есим То есть, они сомневались по поводу их крещения по поливанием И, значит, я тоже был среди таких как раз Любителей старины, любителей именно древности Православной И меня крестили в зрелом возрасте Значит, в православной церкви Я крестился по своей воле Именно вот по вере в Иисуса Христа Но потом я попросил другого священника Уже православного старобляческого священника Что восполнить крещение Ащи не крещен Есим Крещается раб Божий такой-то И, слава Богу, меня он полностью погрузил в воду По вере уже в Иисуса Христа Но с полным погружением в воду И, возможно, такой вариант Если, допустим, вы сомневаетесь по поводу вашего крещения То можете подойти к кому-то из наших священнослужителей Рассказать свою ситуацию И креститься по вере в Иисуса Христа Если вы были крещены без веры во Христа Иисуса Необещаемо служить доброй совестью Где бы это ни было В православном храме или в протестантском молитвенном доме Где бы это ни было Главное, сегодня, если вы уже верующий человек То вы примите решение Креститься по вере с полным погружением По вере в Иисуса Христа Да, и сороковой тезис Это цитата из сочинений Кирилла Лукариса Святителя Кирилла, патриарха Касатинопольского Пионера православного обновленчества Православной реформации Который в далеком 17-м столетии Поднял знамя реформации в православном мире Сороковой тезис Мы верим, что крещение Это таинство, установленное Господом Ибо из смерти погребения И славного воскресения Его Проистекает вся сила и все воздействие крещения Поэтому мы уверены, что тем Кто крестится способом, предписанным в Евангелии Господом Прощены будут как первородный грех Так и все грехи, которые они совершили Так что омывшиеся во имя Отца и Сына Святого Духа Уже возрождены, очищены и оправданы Что же касается повторного крещения То поскольку никто не давал нам указания Совершать крещение повторно Следует воздержаться от совершения Сей нелепости Патриарх Кирилл Лукарис Повторное крещение То есть если вас крестили уже по вере в Иисуса Христа С полным погружением в воду С исповеданием грехов То повторно совершать Это правильно названо было Святителем Кириллом именно нелепостью Повторное крещение не нужно совершать Потому что нет в Писании подобного установления Но если было совершено крещение неправильно То есть вас крестили маленьким ребеночком Допустим, педобаптизм, да, так называемый Или бы вы были крещены взрослым Но без веры в Иисуса Христа Ну, с верой в Бога, но как бы так вот Неосмысленно, неосознанно То есть без Писания Без того, чтобы обещать Иисусу Христу Именно свою жизнь То вам нужно принять крещение, конечно же Уже настоящее В библейском смысле этого слова Обязательно Дальше написано В 41-м тезисе Продолжение как раз о крещении Это очень важный вопрос Ведь говорится о таинстве Господнем 41-й тезис Мы отрекаемся от практик Крещений по принуждению Что происходило в истории христианства неоднократно Дальше идет следующая мысль Крещение Киевской Руси В 988 году Как и многие другие массовые крещения Прошлое столетие Совершались вопреки Слову Божьему Насильственно Русь была крещена, но не просвещена Писал Николай Лесков О самом крестителе Князе Владимире Он писал Что он принял христианство Но не принял Христа Да, Николай Лесков Как гениальный русский писатель Мыслитель Он, как говорится Не в бровь, а в глаз Здесь выразился Именно в самую суть Проблемы И А какая суть проблемы Такого исторического нашего христианства Что При христианстве Людям порой проще Особо политикам Чем Христа, самого Христа Христианство, как религия Без Христа Яйца выеденного не стоит Гроша ломаного не стоит Ничегошеньки не стоит Абсолютно Христианство без Христа Это мертвость Дохлятина Это ничто вообще Это падаль какая-то И скажу так Что это соль потерявшая силу Вот это очень страшно Конечно звучит Но так и написано в Писании Соль потерявшая силу вообще Это свет, который стал тьмою вообще Это ничто И Сам Николай Лесков Написал о Владимире Что он принял христианство Но не принял Христа А почему он так сделал Такой вывод Да просто-напросто по плодам Узнаете их написанное в Писании И Русь была крещена Но не просвещена И вот это Как говорится Основная проблема Такая Исторического христианства Не только на Руси Конечно Но на Руси В первую очередь Конечно здесь Имеется ввиду Да Крещение по принуждению С этого все и начиналось Просто Как раз В таинстве крещения Отступления Имею ввиду 42 тезис Говорит нам следующее Мы отрекаемся Опять-таки Отречения Некоторые тезисы Вы видите Они построены Как молитва Некоторые тезисы Построены Как исповедание А некоторые Как отречения И вот 42 Как раз Именно Среди Тезисов Отречений Мы отрекаемся От порочной Практики Педобаптизма Педобаптизм Это ересь Это страшнейшая Ересь Господа Дальше написано Крещение Младенцев Отрекаемся От педобаптизма Крещение Младенцев Как явно Противоречащие Библии И дальше Ее цитата Из Священного Писания Евангелие От Матфея 28 глава 19 стих Итак Идите Навучите Все народы Крестя Их во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Друзья мои Братья и сестры К сожалению Педобаптизм Как одна из таких Раковых опухлей Исторического христианства Свои метастазы Распространило По всему телу Христа Так или иначе Сегодня очень трудно Найти Деноминацию Которую так или иначе Не затронула Эта проблема большая Слава Богу За баптистов Слава Богу За аннобаптистов И баптистов Которые поднимали знамя реформации В шестнадцатом Семнадцатом Столетиях И дальше И сегодня Несут эту истину Миллионам Людей Слава Богу Сегодня мы тоже Православные баптисты Крестим людей По вере в Иисуса Христа Мы как аннобаптисты Как перекрещивающиеся Но на самом деле Мы не перекрещиваемся Мы крестим Еще Златоуст Иоанн писал Что если Что не так было сделано В крещении Это простое мытье Так вот на самом деле Пришло время нам Покаяться И распрощаться Навсегда С педобаптистом Педобаптисты Не мы Мы не педобаптисты Потому что Мы баптисты А не педобаптисты Мы должны крестить Людей по вере В Иисуса Христа Слава Богу Дальше Сорок Третий тезис Говорит нам следующее Крещение младенцев Написано То есть педобаптизм Как ересь Водилось Цирконами И светскими Политиками Вопреки Учению Слова Божьего И потому Нами Отвергается Владимир Марцинковский Так объяснял Причины Почему это Произошло Дальше Цитат идет Из его работы Марцинковского Владимира В церковь Которая стала Господствующей Устремились Не столько За благодатью Сколько за правами И привилегиями Где-то крещение Было выгодным Для государства Решившего Вступить в союз С церковью Так как оно Доставляло ему Постоянный Подходящий элемент В виде людей Бессознательных И пассивных Готовых на послушание Не только добру Но и злу А также Всякому Мирскому управлению Этому соответствовали И правительственные приказы В кодексе Юстиниана Сказано Родители Как скоро Сами они были крещены Обязуются Под страхом Тяжких наказаний Крестить своих Детей Дальше Говорится Следующее Вмешался В дело церкви Императора Лев Философ Повелевший Крестить детей До истечения 40 дней От рождения Не в этом ли Способе Языческое государство Видело путь К обессиливанию И подчинению Себя членов церкви Духовенство Господствующей церкви Стало Пополняться Людьми Не апостольского Призвания А людьми Профессии А потому А такому Духовенству Было выгодно Лишь количество Посомов Постоянно Пополняя его Вместе с Ростом Населения Безо всякого Труда Оглашения То есть Миссионерство Просвещение Между тем Оглашение Трудная И высокая Обязанность Надо просветить Человека Привести его К Христу А среди Духовенства Непросвещенного И Большей частью Невысокого Нравственного Уровня Некого Было Оглашать Ищущих Только Тот Может Привести К Христу Кто сам Пришел к нему И пребывает в нем Добрым подвигом Веры Я думаю Все ясно И дальше Из Марцинковского Говорится Следующая Цитата Именно За оглашение Как за Вредную пропаганду Древняя церковь Преследовалась Больше всего Огонимых Оготовых На мученичество Становилось Все меньше И Евангелие С течением Времени Все больше Отстранялось Ложными Человеческими Учениями Языческими Суевериями Например Учением Гностиков О магической Силе Таинств И прочее Крещение Взрослых И православие Владимир Марцинковский Да Владимир Марцинковский Как тогда Православный реформатор В 20-е годы В докладной Записке своей К патриарху Тихону К обновленцам К традиционалистам Обращался С этой темой Но к сожалению Ни те ни другие Не решились На отход От педобаптизма Среди обновленцев Конечно Можно было ожидать Отклика Но к сожалению Воля была парализована Многих этих служителей И даже Антонин Грановский Насколько я Вспоминаю Из воспоминаний Уже Ивана Петровича И многих других Протестантских Авторов Скажу что Не были готовы Ни Грановский Ни другие Обновленцы Не были готовы К такому Радикальному Переменам К таким Радикальным Реформам Но сегодня Нам Обновленцам Уже 21 столетия Пришло Время На самом деле Поднять Знамя Реформации И отказаться От этой ереси Слава Иисусу Христу Слава Богу Да дорогие друзья Тем очень много Но До Самого 43 тезиса Шла речь Как раз Именно О таинстве Крещения Кстати Однажды Я проводил Семинар Именно О крещении Это был большой Семинар О крещении Это было В западном Берлине В евангелической Лютеранской Баптистской церкви Святого Ионы Пророка Там было Собрание В основном Русскоязычных Людей Но там были Немцы Немецкие немцы Были русские немцы И На семинаре Были православные Некоторые Пришли Местные Берлинские Православные И Некоторые Женщины Сидели В оппозиции Ко мне Они считали Что многое Из того Что я говорю Является ересью Особенно Что касается Крещения Но слава Богу Через неделю После этого Семинара Начало Семинара Подошла Одна из Этих Женщин Постоянных Прихожанок Храма И сказала Знаете Я поняла Многое Сегодня В эти дни И поняла Что я даже Еще не крещена Мне нужно Креститься По вере В Иисуса Христа Слава Богу Даже если Ради одной Этой женщины Я бы летел В Берлин И проводил бы Этот семинар Уже был бы Смысл проводить Этот семинар Ради даже Одной души Слава Богу И я скажу так Что сегодня Православным Христианам Пришло время Покаяться Но в основном Священникам Потому что Если мы Священники Покаемся Если мы Епископы Ума Разума Наберемся От нашего Господа Иисуса Христа И будем Не земной Мудростью Знаете Пропагандистами Земной мудрости И вот Начиная с 44 тезиса Идет речь уже О втором Таинстве Господнем О хлебопреломлении О причастии Евхаристии 44 тезис Мы Православные Христиане Участники Сего Обновленческого Православного Собора Соборно Утверждаем Есть Видите Тезис Утверждающий Что-то Что вторым Таинством Христом Является Хлебопреломление Называемое В церкви Как Евхаристия Или причастие В Библии Говорится Что Взяв хлеб И возблагодарив Бога Имеется Ну конечно Это из Евангелия От Луки Обращаю ваше внимание 22 глава 19 и 20 стихи Так вот Иисус Взяв хлеб И благодарив Бога Что он сделал Преломил Разломил хлеб Да Подал им Ученикам То бишь Апостолам Говоря Сие есть Тело мое Которое за вас Предается Сие творите Мое воспоминание Так же И чашу После вечера Говоря Сия чаша Есть Новый завет В моей крови Который за вас Проливается Аминь Вот видите Очень просто Господь установил После вечера После этого Пасхального Еврейского Ужина Этого седера Иисус совершил То что никто До него не совершал Он совершил Таинство Уже Новозаветное Таинство Самим Им установленное Мессия Спаситель наш Христос Иисус Установил Таинство В его воспоминании И поэтому Где бы оно ни совершалось В храме Молитвенном доме Костеле Синагоге Мессианской Или же На квартирах Где-то В лесу В местах Лишения свободы Где-то В пустынях Где бы не было бы это Христиане Собирались И будут собираться На это таинство До пришествия Господа нашего Иисуса Христа Мы очень ждем Его Поскорее возвращается Наш Господь Любимый Дорогой Наш Мы Или как в православии Говорят сладчайший Иисус Мы ждем возвращения Нашего Господа И Спасителя Иисуса Но до самого Его прихода Мы будем совершать Это святое таинство Хлеба Преломления Причастия Евхаристия Иисус совершил После вечера Написано Именно после Обратили внимание После вечера После Все уже съели Мясо Хлеб Овощи Все съели Горькие травы И это был Пасхальный еврейский Обед Или как мы его Называем еще Седр Пасхальный седр Если вам интересно Более подробно Я рекомендую Прослушать Кого-то из Мессианских Еврейских Равинов Моего друга Бориса Саулыча Хрисенко Тайной Израиль В церкви Очень много Ответов найдете Для себя Леона Мазина Из Израиля Мессианского Равина Мессианских Равинов Сегодня можно Послушать И в интернете И услышать Очень много Интересного Назидательного Что касается Еврейской традиции Потому что Без этого Без еврейских Мозгов Без еврейского Мышления Без еврейского Сердца Мы не поймем До конца Евангелия Мы не поймем Бога до конца Мы вообще Будем блуждать И будем обречены Даже на заблуждение В общем-то Церковь Почему она Так вот Далеко так ушла Потому что Это дальше будет говориться Об антисемитизме Там еще много Тезисов впереди Знаете ли Еще больше полсоти тезисов И там говорится Об антисемитизме Что это корень Многих проблем Наших христианских Потому что С греческими мозгами С африканскими мозгами Со славянскими мозгами Мы пытаемся Понять еврейского Бога А это бесполезно Мы можем лишь Одну грань какую-то Понять Да мы все люди Да мы все человеки Да мы из плоти и крови От одной крови Бог произвел Весь род человеческий Но в каждом народе Есть что-то От Бога Заложенное И в еврейском народе Именно вот эта Вся полнота Сохранялась И истинное Богопознание Только лишь У евреев Сохранялось И Иисус сам сказал Спасение от иудеев Нет русских Нет украинцев Нет африканцев Нет американцев Нет кого-то еще От евреев И чтобы понять Библию Нам нужно иметь Еврейские мозги И еврейское сердце Без этого нет христианства Без этого нет Настоящей церкви Скажу так Что без этого Все превращается Просто в религиозную Демагогию Болтовню Схоластику просто И господа Дорогие братья и сестры Я хочу кое-что Рассказать Вот в комментарии Между 44 и 45 тезисом Потому что дальше Идет как раз О хлебопреломлении Говорится подробно Так вот Как это практикуется В современных Обновленческих Православных церквях Так вот Господа Православные Многие не знают Да и христиане Других динаминаций Тоже мало кто знает Что Еврейский Еврейский обед Пасхальный ужин Седер Он имеет определенную Церемонию Те кто были из вас На еврейском седере Мессианском Допустим Седере Я бывал частенько И у нас проводятся Мессианские седеры Потому что Одно из служений Нашей церкви Называется Мессианский комитет Священник Геннадий Исаичук Воздавляет Это движение Геннадий Романов А также Священник Люба Кушнир Это ханукальная Православная церковь Или православное Служение ханука Где совершается Безусловно Пасхальный еврейский Седер И знаете ли Друзья мои Для меня было Очень интересно Узнать Что на пасхальном Седере Наливаются Бокалы вина Делаются тосты Будем так говорить Тосты Мы все знаем Что такое тост Когда перед тем Как пьют Допустим Говорят там За любовь За дружбу За гуманность За мир во всем мире За что-то еще Мало ли За женщин За мужчин За что-то еще Люди поднимают бокал Перед тем Что-то за здоровье Говорят там Что-то еще Так вот На еврейском Пасхальном седере Тоже поднимались Тосты Там было мясо Это как Ну проще говоря Шашлык допустим Да Испеченное на мясо Это пасхальное Действие было Связано Воспоминания Спасения нашего народа Из рабства Египетского В Талмуде Говорится что Каждый участник Пасхального седера Этого пасхального Ужина еврейского Должен был есть его Так как будто бы Он сам выходец Из Египта Как будто он сам Вышел из позорного Рабства Сам пережил чудеса И знамение Бога Так вот Обратите ваше внимание На Священное Писание Если у вас есть Библия Сейчас Недалеко То откройте Пожалуйста Следующее место Писания Книгу Исход Книга Исход 6 глава 6 7 и 8 стихи Порочтите пожалуйста Не поленитесь И не пожалеете Потому что Это пророчество Исполнившееся пророчество Об исходе В нем очень много Как раз вот открыто Об этом пасхальном седере И скажу так Вообще весь пасхальный седер Так или иначе Как раз именно вокруг Этих стихов вертится И там говорится Что Бог Он спасет От рабства египетского И это исполнилось И первый тост Это 6 глава 6 стих Самое начало этого стиха О физическом Избавлении От рабства египетского Первый тост И наливалось бокал вина Чаша эта Она шла по кругу Люди пили вино Ели мясо Овощи И вспоминали Что Бог Нас спас Из рабства египетского Из предвластия фараона Который был как бы Прообразом дьявола И из царства тьмы Будем договорить Вывел нас Бог И потом Приходило время Второго тоста Второй тост Это было Про возношение Свободы От образа мышления Материалистического Египетского мышления За то что Египет вышел из нас Первый тост Мы пьем За то что Мы вышли из Египта А второй тост За то что И Египет уже Вышел из нас Мы освободились От Египта Навсегда Внутри уже Мы не рабы Рабы не мы Мы уже Божьи дети И знаете ли Друзья мои Второй тост Иисус с учениками Тоже совершал Все это У них было мясо Овощи Горькие травы Соленая вода Означавшие слезы Которые отцы наши Проливали в рабстве То есть как бы Всему было свое Какое-то объяснение Определенное Это очень красивая Церемония И это очень красивое Действие Я очень люблю Пасхальный еврейский Седр И я часто Участвую И в мессианских Общинах Синагогах И у себя В домашней группе И в своей семье Мы проводим Пасхальный еврейский Седр Обязательно Без этого Христианства Оно однобоко И как бы Уродливо И непонятно Вообще Откуда И что к нам Пришло И вообще Где корни Наши А наши корни Корас именно здесь В Библии И в еврейском Народе В еврейской традиции Так вот И Потом Третья чаша Бокал вина Снова Наливается И он идет по кругу Во время Третьего тоста Вспоминаются Чудеса И знамения Бога Какие Бог совершает Выводя Из рабства И мы вспоминаем Здесь и много чудес Какие Бог совершил В Египте Непосредственно Наказывая Безбожное царство Этого антихриста Фараона И Значит Выход Как вот По дну Морскому Как по суше Да Как вот Православная традиция Поется Яко пастуху Пишешь Шестов Израиль По бездне Стопами Гонителя Фараона Видя Потопляем А Богу Победную Песнь Поим В Абияше И Много других Прекрасных Псалмов В православной Традиции В протестантской Традиции В католической Традиции И все говорят О том Что мы Мы прошли Как по суше По дну Морскому И пришли В новую землю Слава Иисусу Теперь Рабство Позади Теперь Фараон Потопляем Теперь Мы увидели Эти трупы На берегу Мы теперь Не рабы Рабы Не мы Мы теперь Дети Великого Бога И вот Это Третий Тост О чудесах И знамениях Бог исцелил Всех рабов Вчерашних Рабов Да Сегодня Детей Его Обредших Свободу Наконец-таки Долгожданную Вопивших Некогда И услышанных Слава Иисусу Христу Спасителю Нашему Который Сегодня Лучше Чем Моисей Он Спаситель Для всех Поколений Людей Как тогда Через Моисея Сегодня Через Иисуса Христа Бог Спасает Всех Евреев Неевреев Людей Всех Национальностей Всех Культур Спасает Своей Драгоценной Кровью Слава Иисусу И как Тогда Кровь Агнца Была На косяках Домов И губитель Проходил Мимо Сегодня Кровь Ишуа Кровь Иисуса Христа На косяках Наших Сердец На косяках Нашего Иисуса Христа На вас Защитой И Оберегом Кровь Иисуса Христа Сегодня Единственная Сила В этом мире Духовная Сила Мощная Сила Кровь Иисуса Христа Агнца Пролившего За нас Эту кровь За каждого Из нас И воскресшего Восставшего Из мертвых Из гроба Для нашего Оправдания Слава Иисусу Христу Так вот Господа Дорогие Братья Сестры Я три Тоста Рассказал Четвертый Тост Потрясающий Это надо Пережить На самом деле Обязательно Если вы еще Ни разу не были На пасхальном Седере Не пропустите Следующую же Пасху Уже Денадцатого Года Допустим Или вы Слушайте Позже Программу Обязательно Посетите Еврейский Седер Пасхальный Проведите У себя Это дома В кругу Семьи Не пожалейте Жена Дети Будут все Довольны Потому что На самом деле Вы приобщитесь Именно к традиции Которая Божественной Является Традицией Есть много Традиций Знаете Много Всяких Культур Традиций Но Чего греха Таить Традиции Всех народов Фактически Так или иначе Демонические Но Традиции Еврейские В этом Исключительная Роль Еврейского Народа В этом мире Как Светильника Божьего Это Божественная Традиция Слава Иисусу Так вот Господа Четвертый Тост Это Даже не Сама А уже Пасха Как бы Получается Это Проложение Пасхи Это Завершение Пасхи Это Бог Установление Когда Четвертый Бокал Вина Он шел По кругу Вспоминалось Дарование Тора Дарование Заповедей Когда Бог Вчерашних Рабов Привел К себе И Сделал Их Своим Народом Сделал Их Народом Святым Народом Который Стал Ему Служить Народу Получившему Свои Божьи Заповеди Постановление Тору И Там У горы Господь Совершил Таинство Из Вчерашних Рабов Он Сделал По-настоящему Свободных Людей Новое Творение Слава Иисусу Христу И вот Но Пятый Бокал Он Наливается И В традиционной Синагоге Он не пьется В традиционном Понимании Не Мессианского А Обыкновенного Традиционного Еще Иудаизма Пока Еще Не принявшего Христа Есть Очень Много Еще К сожалению Евреев Которые Не приняли Ишуа Христа Своего Как Мессию Но Я думаю Это Очень Поправимо Скоро И Сегодня Очень Много Евреев Кается Обращается К Богу А Такое Массовое Обращение Евреев Израильтян В частности Израиля Самого Не за Горами Я верю Священному Писанию Апостол Павел Говорит Что весь Израиль Не обратилась К Богу Но Пока Еще В процентном Отношении Это Не более 10% Евреев По всему Миру Но Я убежден Что Очень Скоро Ситуация Изменится И Пусть Будет Меньшего 10% Тех Кто Еще Не Обратился Но Пусть Будет Большая Часть Людей Обращенных К Мессии К Иисусу К Свет Для Просвещения Всех Народов Свет Просвещающий Всех Людей На этой планете Но И Слава Народу Своему Израилю Так вот Господа Почему Пятый Тост Не Произносится Почему Пятый Бокал Наливается Но Его Не Впивают В традиционной Седагоге Мессианские Пьют И Я пью И Мы Пьем Мы Все Пьем Христиане Сианисты Христиане За Израиль Все Участвующие В Мессианском Таком Седоре Мы Пьем Пятый Бокал И Для Нас Это Особое Таинство Для В нашей Церкви Вообще Это Самое Важное Таинство Как Вообще В Христианстве Пятый Бокал Считается Бокалом Мессианского Царства В Современном Не Мессианском Традиционалистском Понимании Что Этот Бокал Однажды Поднимет Илья Пророк Войдя В одну Из Благочестивых Еврейских Семей И Царство Месси Бокал Мессианского Царства И Иисус Написано После Вечери У Луки 22 глава 19-20 стихи Я только что читал Что После Вечери Когда Все Было Съедено Выпито Он Взял Бокал И Сказал Что Что Сказал Что Это Сия Чаша Есть Новый Завет В моей Крови Который За вас Проливается Аминь Друзья Мои То Есть Чаша Новый Завет В крови Иисуса Христа То есть Мессианское Царство Пришло То есть Иисус Самим Этим Поступком Пятую Чашу Которую Никто До него Своим Моисеем Не пил Он А он Пил И дал Ученикам Пить Мы знаем Самим Своим Действием Поступком Он Себя Мессией Еще Еще раз Провозгласил Самим Поступком Своё Царство Провозгласил И На века И мы Творим Это в его Воспоминание И когда мы совершаем Напасту на Пасху Еврейский Седр Мессианский Уже Седр Уже Христианский Седр Еврейский Мы Говорим Что эту Пятую Чашу Уже В конце Когда Все Уже Мясо Съели Мы Овощи Съели Хлеб Съели Вино Выпили Остался Последний Бокал И последний Кусочек Мацы Опресников Последний От второго Листа Отломанный Афикоман Его называют В синагоге Традиционной Так вот Больше ничего не остается И вот мы берем В конце Уже Перед тем Как расходимся Мы совершаем Самое основное Самое главное Хлебопреломление Причастие Чашу Разделяем между собой Пьем И говорим Это есть кровь Нового Завета Кровь Агнца И еще Остаток Мацы Доедаем И говорим Это есть тело Господа нашего Иисуса Христа Он за нас был Ломим Предается За вас Написано Предается Он предан был за нас Слава Иисусу Христу Слава нашему Господу Так вот Господа Я хочу продолжить О Таинствах Говорить Из Тезисов Украинской Реформаторской Православной Церкви И вот 45-й тезис Говорит нам следующее Причастие Мы принимаем Пресным хлебом То есть Маца Да Пресным По желанию общины Причастие Может совершаться И традиционным Православным образом Просфорами То есть Квасным хлебом То есть Здесь мы Оставили споры Потому что Есть разные мнения Тоже и Обновленческих Наших священнослужителей Разные есть мнения Одни хотят Традиционно Такими просфорами Причащаться Хотя Я давно уже Просфорами Причащаюсь И квасным хлебом Только лишь в гостях Я причащаюсь Когда бываю в гостях Допустим В других деноминациях Где так принято Протестантских Допустим Деноминациях У писятников У неописятников У баптистов Иногда Причащаюсь У них Чаще всего Бывает квасный хлеб Но Лично я Принимаю Причастие Опресноками Тем более Что и Согласие с Библией Это все Даже в Новом Завете Говорится Апостолу Павлу Написано было Что Опреснок Есть образ Частоты и истины А закваска Есть образ Порока и лукавства 46 тезис Говорит нам О крови Уже Христа Образом Крови Христовой В хлебопреломлении Для нас При причастии Является виноградное вино Или сок То есть плод Виноградной лозы Это думаю Понятно 47 тезис Здесь Из Кирилла Лукариса Цитата Мы верим Что второе Таинство Пишет Святитель Кирилл Лукарис Константинопольский Патриарх Установленное Господом Это то Что мы называем Евхаристией То есть по-русски Благодарение Греческое слово Евхаристия Благодарение Восхваление Хвала Ибо в ту ночь В которой был предан он Он взял хлеб Благословил И сказал апостолам Примите и ешьте Это тело мое И взяв чашу И благодарив Сказал Пейте из нее Все это кровь моя За многих изливаемая Все это творите В мое воспоминание А Павел Прибавляет Всякий раз Когда вы едите хлеб И пьете чашу Сию Смерть Господню Возвещаете Вот простое Истинное И соответствующее Закону учения Об этом удивительном Таинстве Участвуя в нем Мы исповедуем И возвещаем Истинное И действительно Присутствие Господа Иисуса Христа Причем Такое присутствие О котором сообщает Нам вера А не придуманное Учение О присуществлении Мы действительно Верим Что верующие Вкушают Тело Христова На вечере Господней Не терзая его зубами Но воспринимая его Фибрами души своей Ибо тело Христова Есть не то Что представляет Время таинства Отча нашим А то Что вера Воспринимает в духе И не спасывает нам Поэтому истина Что мы Если мы верим Что едим То едим И приобщаемся А если не верим То лишаемся Всех плодов Потому Когда во время таинства Пьем из чаши Мы действительно Причащаемся От крови Господа нашего Иисуса Христа Таким же образом Как об этом говорится О теле Ибо тот Кто установил Это таинство Распорядился Относительно тела своего Так же Как и относительно Крови своей И распоряжение Это не должно Ни нарушаться Ни извращаться По прихоти людской Напротив Это учение следует Сохранить в том виде Как оно было завещено нам Дальше написано Итак Принимая Долстодолжные учения Участие В всем таинстве В полной мере Приобщаясь к телу Крови Христа Мы заявляем о том Что объединившись С главой нашим И образуя одно тело с ним Мы уже примирились И твердо надеемся Быть с наследниками В царстве его Аминь Слава Богу Это из тезисов Патриарха Кирилла Лукариса Святителя Константинопольского В 17-м столетии Записанное И это очень важно Потому что Святитель Кирилл Лукарис Здесь разоблачает Такую каннибалистскую ересь Такую В православии Катарицизме К сожалению До сих пор Продолжающаяся ересь Знаете ли Буквализма такого Когда считают Учение о присуществлении Якобы Таинством А не само приобщение Тела крови Христа Когда считают Что действительно Мы пьем кровь И действительно Игим тело Иисуса Христа И порой даже В учебниках Этих древниках И Известия учительные Прочие книги Говорится о том Что есть переживание Именно Действительного мяса На языке Или крови На губах Или в самом горле Крови Как бы Что не нужно пугаться Тому всему Это буквальное понимание Тела крови Христа Но от подобного каннибализма Да избавит нас Господь И Никакого Нет присуществления Хлеб Это есть хлеб Вино Это есть вино Но мы причащаемся Тело крови Христа Соотнося с ним Свою жизнь И Мы декларируем Что в нас Его кровь И что За нас пролита Его святая кровь И мы благодарность Богу воздаем За все Слава Иисусу Христу Аминь Дорогие друзья И еще Продолжаю эту мысль Потому что в 48 Следующем тезисе Эта мысль По сути Расширяется Здесь уже Цитата Такая пространная Из Сочинения Архимандрита Спиридона Очень интересного Обновленческого Такого Священнослужителя Написано Следующая 48 Тезис Из сочинения Архимандрита Спиридона Книга называется Исповедь Изданная Была в Украине В 1922 году Написано так Архимандрит Григорий Безюковского Монастыря Херсонской Епархии Спиридон Объясняя стихи Из Библии Раскрывающей Это таинство Причастие Пишет А необходимо Сказать правду В своем учении Христос Не знал Ни иерархии Ни церковных Таинств Ни икон Ни культа святых Ни мощей Ни храмов Ни монастырей Ни церковных Уставов И так далее Он знал лишь то Что проповедовал А проповедовал Он лишь Здесь написано Очень прекрасно Очень просто И доступно Написано А проповедовал Он лишь Чистую волю Своего небесного Отца Которая Вся есть Бога Сыновней Духовной Жизнью Живым Действительным Ношением В себе Бога Чистейшими Принципами Евангельской Морали Так же Такие слова Христа Я езем Этот хлеб Жизни Приходящий Ко мне Не будет Алкать То есть Голодать И верующий Меня не будет Жаждать Никогда Я езем Хлеб Живой Сошедший С небес Едущий хлеб Сей будет Жить Вовек Хлеб Который Я дам Есть Плоть Моя Который Я дам За жизнь Мира Когда Иудеи Стали Спорить С ним Между Собой Говоря Как Он Может Дать Там Идущий Идущий Мою Плоти Пьющий Мою Кровь Пребывает Во мне И я В нем Как Послан Меня Живой Отец И я Живу Отцом Так И Идущий Меня Жить Будет Со Мною Сей Да Есть Хлеб Сошедший С небес Не так Как Отцы Ваши Ели Манну И Умерли Едущий Хлеб Сей Будет Жить Вовек Удивительные Слова Да Это Записано У Евангелиста Иоанна В Шестой Главе 32 По 35 Стихи И Так же 51 По 58 Стихи И Вот Дальше Архимандрид Спиридон Григорий Безюковского Монастыря Херсонской Пархии В 1922 Году Продолжает Мысль Следующим Образом Эти Слова Христа Относятся Исключительно Он Пишет К Евангельским Богосыновьям Этическим Принципом Жизни А Них Таинства Евхаристии Если бы Они Касались Евхаристии Как Понимают И Толкуют Их Церковные Представители То Христос Не Объяснил Это Образным Высказывание Следующим В Шестой Главе Иоанна 61 И 63 Стихи Это Не Соблазняет Вас Дух Животворит Плод Не Пользует Немало Слова Которые Говорю Я Вам Суть Дух И Жизни И Дальше Архимандрит Спиридон Пишет Следующее Христос Полностью Отрицает Буквальное Понимание Иудеями Употребление Его тела И питья Его крови И переносит Это на Своё Духовное Моральное Богосыновье И Евангельское Учение Под Словами Тело И Кровь Христос Понимал Самую Последнюю Ступень Ограниченной Семейной Связи Семейной Связи Своих Учеников И Последователей Собой Лично Через их Живое Внутреннее Волевое Ученичество И Свободное Любовное Исполнение Ними Его Святейших Евангельских Моральных Принципов Жизни Слава Богу Удивительно Интересное Объяснение Не правда ли Я когда Прочитал Исповедь Архимандрита Спиридона 22 года Издания Я понял Кое что Что этот Человек Императорской Армии Покаившись Именно став Евангельским Православным Христианином Священником Обновленческим Он понял Что Вот эта Система Религиозная Замешанная На лжи Она действительно Вот Толкает Людей В такую Нездоровую Мистику Есть мистика Здоровая Переживание От Божьего Духа Духовная Настоящая Правильная Не мистика А духовная Правильная Жизнь А есть Духовная Жизнь Которая От бесов И всевозможных Этих Проявлений Бесовских И вот К сожалению Вот эти Переживания Я так скажу Которые многие Православные К сожалению Переживают Особенно Монашествующие Вкус крови Мяса На языке Своем Это все Бесовские Откровенные Проявления Если вы что-то Такое Чувствовали То просто Покайтесь Пожалуйста Я встречал Таких людей И я просто Говорю вам Покайтесь Примите веру В Иисуса Христа Не Отрекитесь От нездоровой Мистики Обратитесь К Божьему Святому Духу За реальной Духовной Жизнью А не Такими Диавольскими Подделками Господа Продолжаем Тему Тезисы Православной Реформации 49 Тезис Православной Реформаторской Церкви Тезис Звучит Следующим Образом Здесь тоже Цитата Из Писания Мы принимаем Решение Возродить В Православной Церкви Христицентричность Ставя Иисуса Христа В Центр Всей Церковной Жизни И дальше Цитата Из Первое Послание Коринфянам 3.11 Ибо Никто Не может Положить Другого Основания Кроме Положенного Который Иисус Христос Аминь И 50 Тезис Звучит Следующим Образом Все праздники Нашего Православного Календаря Должны Проставлять Исключительно Только Всемогущего Творца Бога А не Умерших Людей Или Ангелов Тем более Мы отказываемся Приписывать Славу Божью Неодушевленным Предметом Иконам Аминь Удивительно Вот этих 50 тезисов В следующей Программе Я буду Говорить О других 50 тезисах И дам Комментарии Думаю На Сегодня Достаточно Уже было Сказано В этой Программе Большой Так вот И скажу Что Богу Вся слава Ни Иконам Ни Мертвым Людям Ни Матери Иисуса Ни Богу Всемогущему И Я призываю Божье Мило Сейчас На каждого Из вас Божья Благодать Божье Благословение И Мир Божий Шалом Допочет На ваших Сердцах В ваших Семьях В ваших Домах И Хочется Чтобы Божье Царство На самом деле Распространялось На нашей Земле Ведь Каждый Покаявшийся Грешник Каждый Освобожденный От бесов Человек Каждый Исцеленный Больной Это еще Одна Пять Земли Отвоеванную Царство Тьмы В Царство Света Перешедшее Это Сфера Реформации Православной Церкви Это Очень тяжелая Сфера Но Господь Дает Победу Он дал Труд Великий Труд Сейчас Для Православных Реформаторов И Бог Доблагоставит Сегодня Распространение Реформации Православной Вширь Пусть Миллионы Душ покаятся Обратятся Пусть В тысячах Храмов По всей Руси И не только По Руси В других Православных Храмах По всем Странам Мира Звучит Слово Евангельское Пусть Священники Не будут Аферистами И лицемерными Лжецами Знаю тебя Пройдохами Такими В рясах С крестами На груди Указывая На что-то Другое Вот Приписывает Славу Иконам Говоря Вот Иконам Матушка Богородица Помогать Казанское Вот там Иверское Вот там Монреальское Какая-то Еще Ерунда Все это Вообще Ересь Откровеннейшая Пусть Священники Больше Не говорят Такую Гадость И не говорят Что мол Молитесь Богородице Молитесь Какому-то Умершему Святому Нет Пусть Священники Говорят Правду Правду И только Правду То есть Показывают На Иисуса Христа Пусть Священники Говорят Ни в ком Нет спасения Ибо нет Другого Имени Под небом Данного Нам Людям Которым Належало Нам Спастись Только Иисус Христос Им будут Говорить Многие Прихожане Будут Говорить Но как же Богородице Мы же Привыкли И отцы Наши И мать И прадеды И деды Молились Богородице И другим Умершим Святым Но пусть Священники Разубеждают Население И говорят Нет Братья Сестры Покаемся Давайте Обратимся К Богу Лишь Только В нем Наша Жизнь Только В нем Наше Спасение Это И есть Настоящее Православие А Кривославие Да Сгинет оно Во веки Во имя Иисуса Христа Пусть Православие Поднимется А Демоническое Это Кривославие Которое И так Завело Нас В тупики Определенные Духовные И материальные Пусть Сегодня Настоящее Православие Поднимется Во имя Иисуса Христа Правильная И Желаю Всех благ От Бога Держитесь Господа Иисуса Христа Пусть Всегда Иисус Будет Вашей Путеводной Звездой И Божье Слово Светильником Для вашей Жизни Аминь Иисус Есть Господь